31 сезон The Ultimate Fighter. Конор МакГрегор против Майкла Чендлера. Что может быть интереснее? Посмотреть ТАФ в русской озвучке от меня, голоса канала UFC Russia Владимира Антоненко, вы сможете эксклюзивно на Кинопоиске. Ссылка в описании. Чарльз, поздравляем с победой, очередной финиш. Ты, кстати, стал первым бойцом в истории с 20 финишами в UFC. Скажи, что это значит для тебя? Ну, я благодарен. Благодарен Господу за то, что Он ведет меня по этому пути, дает мне эти возможности, за то, что Он дал мне этот поединок, дал мне эту победу. И я всегда говорю, что мне достаточно одного раунда. Когда я хорошо попадаю, бой заканчивается. Сегодня я доказал это и сотворил историю. Это был зрелищный поединок. Бенил занимал позицию сверху, затем ты поднялся и финишировал его. Все ли было так, как ты ожидал? Удалось ли Бенилу удивить тебя чем-то? Да, бой был зрелищным, но быстро закончился. Хотя я допустил ошибку, пытаясь перевести его, я оказался снизу. Но как только я встал, я дал себе установку идти вперед. И я просто давил и охотился на него. Я говорил, что буду делать это на протяжении всей недели боя. Именно это я и сделал. Дэн Уайт сказал, что ему было бы интересно посмотреть твой рематч с Исламом Махачевым, но сначала нужно все обсудить с командой во вторник. Лично он видит смысл в этом поединке. Будешь ли ты настаивать на том, чтобы тебе его дали? Конечно, я же хочу стать чемпионом. Сейчас он чемпион, пояс у него, так что я хочу этот бой. Но сейчас я не хочу думать об этом. Я хочу вернуться домой, к семье, провести с ними время. И потом мы примем решение всей командой. И твои мысли насчет того, что Аманда Нунез сегодня завершила карьеру, она была великой бразильской чемпионкой, оба ее пояса теперь станут вакантными, она больше не бьется. Твои мысли насчет ее карьеры. Ну, конечно, она заслуживает огромного уважения. Она достойно представляла нашу страну, Бразилию, вообще ММА в целом. В том числе и сегодня она побила очередной рекорд, показала потрясающее доминантное выступление. Естественно, весь мир ММА будет очень сильно скучать по ней, и она всего добилась в своей карьере, но точно так же, как когда-то она решила начать, сегодня она решила закончить. Если она действительно счастлива после этого решения, я могу только порадоваться за нее. И теперь освободились два пояса, Бразилия вперед, возьмем их. Ты знал, что Джордж Сен-Пьер был на арене и смотрел твой поединок? Джордж Сен-Пьер это огромный пример для меня, потому что он один из величайших бойцов в истории, и он, кстати, тоже проигрывал пояс, но затем вернулся и стал чемпионом. Так что он меня мотивирует. Я его не видел, но так бы поздоровался, я его огромный фанат. И хоть ты не особо хочешь говорить об этом, понятно, что твоя цель провести рематч с Исламом Махачевым. Если это будет твой следующий бой, что ты изменишь, чтобы в этот раз выиграть? Ничего, мне ничего не надо менять. Мне нужно просто быть Чарльзом. Вот и все. Чарльз, в Эмбедеде был очень трогательный момент, где ты рассказал, что твои родители голодают вместе с тобой во время весогонки. Это только в этот раз, или они постоянно делают это? Да, они всегда это делают. Перед каждым моим поединком, уже на протяжении долгого времени, перед каждым боем, они голодают вместе со мной, подстраиваются под мой график, поддерживают меня. И это многое значит для меня, это очень важно для них, они хотят быть ближе ко мне. И, конечно, для меня это огромная поддержка, это сплочает нас. И сегодня папа перед боем позвонил мне и сказал, не переживай, будь спокоен. Самое тяжелое — это весогонка, и она уже позади, так что выйди и сияй как бриллиант. Наслаждайся и сияй как бриллиант. Поздравляю с победой, и как следует поешь с родителями, когда вернешься в Бразилию. Спасибо, брат, спасибо. Спасибо. Аманда, поздравляем с победой и с потрясающей карьерой. Как давно ты приняла решение, что сегодня будет твой последний поединок, и ты завершишь карьеру? Когда подписала контракт на этот бой? Я пыталась скрывать это от вас, ребят, всю неделю, но вы, судя по всему, все прекрасно понимали. Знаете, я просто не хотела думать об этом, я была сфокусирована на бое, понимаете? Потому что я не хотела говорить все это время о завершении карьеры. Но мне и так пришлось об этом говорить. Представьте, если бы я объявила, что завершу карьеру, все вопросы были бы только об этом. Так что, да, я давно об этом знала. Ты показала доминантное выступление, скажи, прошел ли поединок в соответствии с твоими ожиданиями, или же ты думала, что она даст чуть большее сопротивление. Ты знаешь, бой прошел именно так, как я его себе представляла. И я сделала все, что должна была. Я хотела поработать во всех аспектах. Именно это я и сделала. Мой... Мы с тренерами сделали акцент на этом, знаете. Также я знала, что у нее слабый корпус, и я пользовалась этим. Первый же удар в бою я пробила ей в корпус, и я знала, что это полностью изменит ее подход к бою. И как только я пробила первый фронткик, я знала, что она думает, окей, нужно делать что-то другое, но она больше ничего не умеет, у нее есть только бокс. И когда я начала миксовать атаки, бить по корпусу, по голове, добавлять тейкдауны и все остальное, она ничего не могла мне противопоставить. И я знала, что когда я буду менять стойку, она... Она будет растеряна, потому что... Она думала, что я буду биться в стойке левши. Но я с самого начала боя встала в свою родную стойку, потому что я знала, что это собьет с толку ее и ее тренеров. И я все время слышала, как ее тренеры выкрикивают инструкции, и... Я заставляла ее еще больше ошибаться, потому что ей кричали, просто бей, не стой, бей. Он кричал, бей, бей, иди вперед, бей. Но я лучше всего пробиваю, когда ты идешь на меня, потому что получается, что весь вес твоего тела натыкается на мой удар, из-за чего попадание еще жестче. Но она тоже пробила пару сильных ударов. Тут я отдаю ей должное. Но я заметила, что у них были серьезные недочеты в стратегии на поединок со мной сегодня. Как ты хочешь, чтобы люди запомнили тебя в этом спорте? Естественно, многие называют тебя величайшей, и все в таком духе. Но как бы ты хотела остаться в истории? Величайшей всех времен. Понимаешь, я все сделала, побила много рекордов. Сегодня я сравнялась с Андерсоном силой по количеству защит. Это потрясающе. Потрясающе. И я очень счастлива. Два пояса, которые сейчас перед тобой, скоро станут вакантными. Как, по-твоему, UFC стоит поступить с ними? Дэна вообще намекнул, что полулегкий женский дивизион, возможно, будет закрыт. Как ты считаешь, кто должен биться за титул в легчайшем дивизионе? Я бы хотела быть на этом поединке. Я бы хотела посмотреть его. Так что... Для меня, если честно, это не имеет значения. Я их всех перебила. Так что мне уже просто делать нечего. И кто угодно может завоевать этот пояс. Им нужно что-то придумывать, потому что я сделала все в этом дивизионе. Этого дивизиона, можно сказать, нет. Я вычистила его. Я сотворила историю и перебила просто всех девушек. Лучших из лучших. И сейчас я просто хочу наблюдать со стороны за тем, что будет происходить. И да, я буду на этом поединке. Ты, может, удивишься, но Джулиана Пенья очень зла из-за того, что ты завершила карьеру. О, боже мой. Что я могу сказать про эту девчонку? Тут должна быть она. Сегодня я опять должна была побить ее. Понимаешь? Но она не умеет нормально тренироваться, сломала ребро. Что я могу с этим поделать? Аманда, а считаешь ли ты, что Джулиана Пенья снова станет чемпионкой? Нет. Я так не думаю. Я так не думаю. Я думаю, Алдана может побить ее. Понимаете? И да, я... Ей очень сильно повезло в нашем первом поединке. И она это прекрасно знает. Но я все доказала во втором бою, и я не думаю, что она будет чемпионкой. Я так не думаю. Она не готова. Она не готова быть чемпионкой. Спасибо, ребят. Спасибо.